В администрации Ярославского района сегодня обсуждали проблему возникновения несанкционированных свалок. Место встречи было выбрано не случайно. Именно в этом районе стихийные свалки появляются чаще всего. Еще до активного таяния снега эксперты здесь насчитали 18 очагов. Что важно, в этом году подход к борьбе с несанкционированными свалками изменится. Теперь на помощь районам может прийти единый региональный оператор. С момента выявления свалки необходимо местным властям заключить с нами отдельный договор на вывоз данного отхода. Значит, мы будем предоставлять услуги. Либо мы сами своими силами загружаем и вывозим, либо наши будут услуги просто транспортировавших как регионального оператора. Сейчас будет таять снег и появятся очередные свалки, которые были засыпаны снегом. Это очень много особенно находится в частном секторе и на окружных дорогах. И с этим надо бороться. Более того, к проблеме велико внимание общественности. За этой болевой точкой теперь особо пристально будут наблюдать инспекторы. В регионе уже действует их корпус. Общественные дружинники наделены определенными полномочиями, имеют спецудостоверение. В рамках новой экологической политики усиливаем контроль за выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок, в том числе и в муниципальных образованиях в городе Ярославле. У нас работает более 500 общественных инспекторов. И это крайне важно. Нам сегодня скоординировано действовать. Задачи, ну, может быть, не такие глобальные, какие, может быть, кажутся на первый взгляд. Это выявление мест несанкционированного размещения отходов. Это несанкционированное сжигание отходов. Это, может быть, незаконная вырубка лесных массивов. И многое-многое другое, что связано с охраной окружающей. Недопользование незаконное. Продолжение следует...